Хэй-хэй-хэй! Добро пожаловать на канал Люцейка! Меня зовут Богдан и ребята, вы не поверите, я нахожусь на новой карте, там где мы будем получать бесплатные вещи в Роблокс. Этой игры пока что нету, в неё невозможно зайти, но я тут нашёл кое-какой способ, не знаю, не хочу рассказывать, а то меня Роблокс ещё забанит, заблокирует. Этот ивент называется Роблокс Креатор Челлендж. Да, ребята, помните, как мы заходили на прошлых картах в Роблокс Креатор Челлендж и отвечали на вопросы, правильные, неправильные вопросы мы отвечали и в итоге правильные ответы, когда у нас получались, мы получали бесплатные призы. 1, 2, 3, 6, я не помню, там очень много было Роблокс Креатор Челленджов и в правом верхнем углу вы увидите сейчас ссылочку на вот это видео, там где я собрал все рабочие сейчас на данную секунду Роблокс Креатор Челленджи. Переходите по этой ссылочке, смотрите видео и получайте бесплатные вещи. Ну а я сейчас показываю на вот эту игру, на вот этот новый Роблокс Креатор Челлендж и сейчас я переведу эту страницу на русский язык и мы почитаем, как в этом году будет называться эта игра. Эта игра будет называться Построй это и сыграй дощатый настил. О, какое крутое название, ничего не понятное, но эти все игры для разработчиков и в описании написано стартовый шаблон для летнего издания. Для летнего издания, ребята, а лето начинается через 3 дня, да, через 3 дня будет лето, то есть скоро-скоро будет эта игра открыта, потому что, как вы видите прекрасно, нету зелененькой кнопочки, но зато есть описание под этим видео и в этом описании под этим видео я оставлю ссылочку, ссылочку на вот эту игру. Переходите по этой ссылочке, эта игра сейчас есть в Роблоксе, поэтому вы ее можете найти и, как всегда, поставить звездочку, поставить звездочку, чтобы сразу же зайти на нее, как только она будет открыта. Но, ребята, она закрыта сейчас для всех вас, но не для меня, ребята, да, вот такой небольшой сюрприз. А сейчас я туда захожу, смотрите, вау, я полетел, я полетел и, например, я сейчас хочу что-то переставить. Я сейчас беру вот этого персонажа и переставляю его к этому персонажу. Сейчас я беру вот этот домик и куда-то на задний план его отодвигаю. Сейчас я возьму вот эту карусельку и куда ее, вообще куда-то в лес я ее боком сейчас поставлю, пусть там стоит, мне так нравится, мне так хочется поставить. И сейчас здесь я могу даже деревья переставлять. Вот беру это дерево и куда-то его в скалу замуровал и полетел, полетел. Сейчас возьму вот этот большой какой-то домик, замок и вообще куда-то в горы его вверх поставлю, все, пусть так и останется. И сейчас лечу-лечу, а здесь что? А здесь уже другая карта, а здесь уже переход с одного уровня на другой. Я залетаю внутрь, здесь железная дорога, как вы видите, здесь сундуки с золотом. Хочу, чтобы эти сундучки вот так стояли. Так, а вот эта бочка с квасом, хочу, чтобы она здесь стояла, а не по-другому. Итак, лечу дальше, лечу дальше и здесь какой-то мужичок в доминусе. Ах ты гад такой, у меня нету, у тебя есть. Ладно, тут какая-то дверька, а тут нет, вход посторонним запрещен. Ладно, сейчас спускаюсь под воду, потом выныриваю и дальше, дальше лечу по этим всем комнатам. Ой, стукнулся в эту люстру. И, короче, сейчас я вам расскажу, что же здесь надо делать в этой игре, чтобы получить эти бесплатные вещи. Сейчас я зайду в нормальную версию и я вам покажу, какой же здесь будет геймплей. И вот я, точнее мой аватар, мой нубик. И здесь можно поплавать, как вы видите, понырять, исследовать все эти закоулочки. И здесь, к сожалению, ничего интересного нету в этой пещере. Поэтому надо сейчас выплывать, надо выныривать и бежать делать задание. Потому что задание тут, ну так скажем, не очень простое, не очень легкое. Но я думаю, вы все с ним справитесь. Здесь можно подбежать вот к этому лису в синей Федоре и поговорить с ним и нажать. И здесь он дает какую-то волшебную палочку, да. Вот сейчас я взял у него эту волшебную палочку и бегаю с ней. Вот она так и скрится, такими звездочками, огоньками. Ну, а мне надо все-таки делать главное задание. Главное задание дает вот такой главный, большой, такой мощный робот. На нем кнопочка Play. Именно на нее надо будет нажать. И он начнет со мной разговаривать. Давай разговариваем. Тут какие-то две большие кнопочки. Нажимаю на левую. Так, что происходит? Не знаю, что происходит. Ладно, нажимаем сейчас на правую. И здесь уже что-то высвечивается. Какая-то будет игра. И я сейчас буду в нее играть. И вот я на какой-то платформе. Я вот в этом замке внутри движусь. И вот монстры, монстры начинают на меня нападать, атакуют. И я начинаю отстреливаться. Но сзади красные какие-то огоньки на этой платформе. Что такое? И у меня количество сердечек уменьшается. У меня уже два сердечка. Откуда берутся эти монстры? Я такой неповоротливый. Они со всех сторон бежат, бежат, бежат. Но мне надо дальше. Мне надо дальше ехать. Почему я застрял? Почему я застрял? Но вроде бы дальше опять еду. И вот опять эти монстры. Вот с правой стороны. Надо здесь самое главное, я так понял, в этом задании не подпустить вот этих монстров к моей движущейся платформе. Потому что когда они к ней прибывают, они взрываются. И у меня количество сердечек уменьшается. Вот пока все нормально. А этот бой сзади, сзади, смотрите. Все, меня подбили. Ноль сердечек. Неужели гейм овер? Да, ребята, гейм овер. И мне придется еще раз побежать. Здесь недалеко бежать. Вот опять к этому главному монстру подбегаю. И опять надо что-то здесь понажимать. Налево, направо, направо, налево. В итоге вот опять нажимаю на вот этот геймплей. И сейчас начнется игра. Так, почему не начинается? Я опять что-то не то нажал. Но вроде все. Шесть сердечек. Смотрите, шесть сердечек изначально мне дается. И надо сейчас вертеть головой вправо, влево. И не подпускать вот этих круглых, таких пузатеньких, таких лупоглазеньких. А все-таки сзади кто-то подобрался. И даже с крыши, с крыши, смотрите, спустился один. Но ничего, у меня три сердечка. И я продолжаю движение на платформе. Двигаюсь дальше. И надо вертеться. Вертеться направо, налево. Почему-то я застыл. Где монстры? Где они? Вот они, вот они зеленые. Ползучие. Хорошо, что не смердючие. Одного сейчас положил. Сейчас второй. И третий сейчас стреляют со своего пистолетика. Нормально. Вот вдалеке. Там где этот водопад. Тоже сейчас. Не дополз ко мне. Еще один. Отлично. Все. Неужели я здесь всех положил? Опять, опять сзади, как всегда. Неизвестно откуда. Может быть с потолка прыгнул монстр. А вон, смотрите, внизу. Внизу я вижу под платформой еще один. Да? Не, не убивается почему-то. Впереди два. Впереди два. Я сейчас быстренько уничтожаю одного. Да? Второй. Второй. Кажется, не успел я второго уничтожить. Но у меня одно сердечко остается. И я двигаюсь дальше. Я двигаюсь дальше. Сзади никого нету. А впереди. Где эти монстры? Где? Где? Не вижу. Не вижу. Пока все спокойно. Пока все нормально. Что здесь? Так. Что здесь происходит? Сундуки с золотом стоят. Впереди я вижу телепорт. Вот два чувака в доминосах. И что? Виктори, ребята. Виктори. Надо, чтобы эта платформа доползла. Вот до этого участка. И тогда все получают бесплатные вещи. Но, как вы видите, эта игра еще сейчас закрыта. Она еще не открыта. Она откроется в начале лета или в середине лета. Не знаю. Надо немножко будет подождать. Мы сюда зайдем и получим кучу бесплатных вещей. А пока что я здесь вам показываю как бы эксклюзивные кадры. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Люцейка. С вами был Богдан. Всем пока-пока.